Виталий, я Анастасия Федор, и моя гость сегодня Карина Орлова, журналистка из Вашингтона. Здравствуйте, Карина. Здравствуйте, Анастасия. Давайте начнем с информации, которую озвучил Энтони Блинкен. Он сказал, что Россия уже получила баллистические ракеты от Ирана и, вероятно, применит их в течение нескольких следующих недель. Также известно о том, что США готовят санкции против Ирана. Но и здесь возникает вопрос, а может лучше вместо санкций еще или вместе с санкциями позволить Украине бить американскими ракетами по российским складам, сооружениям и аэродромам? Ну и также вместе с этим вопросом получается, есть заявление Энтони Блинкена, который говорит, что Байден намерен в пятницу обсудить с Британией разрешение ВСУ наносить удары по Российской Федерации дальнобойным оружием. Как думаете, Карина, после таких шагов, когда Россия сотрудничает, несмотря ни на что, с другими странами, странами, которые также есть диктатурами, может ли сегодня, скажем так, Байден дать нам вот такой зеленый свет, тем более уже на закате своей каденции, почему бы нет, чтобы запомнили все же Байдена как президента, который не боится и не боится красной линии бюджета? Слушайте, но президент Байден никогда не боялся. Странно было бы то, что он принимал решения по Украине из каких-то собственных страхов. Естественно, он их принимал решения, исходя из национальных интересов США, поэтому это же не Трамп, который вот чего-то где-то испугался, да, и вот принимает решения. А что касается разрешения бить дальнобойным оружием, то да, судя по всему, оно будет получено Украиной в этот раз, и как раз причиной или, я не знаю, оправданием дать такое разрешение для американцев станут поставки баллистических ракет Ираном России. И я об этом написала в своем телеграм-канале еще неделю назад, вместо какой у меня, ну, инсайт был с одной, от одного источника, да, от персонала республиканского проукраинского сенатора. И тогда еще только стало известно, да, что готовятся поставки этих баллистических ракет, они еще не состоялись. И тогда вот мой инсайдер сообщил мне, что как раз эти поставки станут вот причиной, да, того, что американцы, наконец, разрешат бить вглубь России дальнобойным западным оружием, американским, да, в первую очередь. И, судя по всему, так и будет. Не зря, ну, как бы Блинкин, я прочитала, да, заявление, он напрямую не сказал, что вот прям вот так, да, что раз Иран поставил России баллистические ракеты, то мы и разрешим. Но совершенно очевидно, что это имелось в виду, потому что он говорит одно предложение, и дальше говорит другое. Он говорит, что вот эти были поставки, и Байден едет обсуждать соответствующее разрешение, да, с премьер-министром Британии. Поэтому, судя по всему, это так и будет, да. По поводу санкций, санкций, которые, как сказал один из чиновников Ирана, ну, хуже не будет. Это его фраза, они, по-моему, его забудут. Ну, мы понимаем, что Иран уже несколько десяток лет под санкциями, не знает, чем можно напугать, но пока вот мы видим, что, пишет The Guardian, что Европа, в частности, хочет отменить авиасообщение с Ираном. Как думаете, все же, какие-то будут такие санкции, чтобы там уже не говорили нам, да, что уже ничего не страшно, уже пусть... Уже не будет, да? Уже, уже. Да, внесите следующие санкции, нам все равно. Как думаете, что-то чего-то нового ожидать? Я не знаю, я не специалист по Ирану, совершенно очевидно, что никакие вот такие санкции, типа прекращение авиасообщения, они напугают Ирану, потому что Иран – это и так закрытая страна. Поэтому там, может быть, если что-то и будет, то то, что касается каких-то, может быть, финансовых потоков, может быть, иранской, там, я не знаю, нефти, ведь они на что-то живут, да, как-то они существуют, и, может быть, американцы попробуют им отрезать, да, с этой стороны, но с другой стороны есть же еще там Израиль, да, конфликт на Ближнем Востоке. То есть это как бы очень многосторонняя такая история, но мне кажется, что лучшей санкцией, самой лучшей санкцией будет как раз разрешение Украине бить вглубь России по военным объектам. Вот это идеальная санкция. Главное, что она направлена еще очень точно, потому что вот Иран, конечно, плохо поступает, поставляя России баллистические ракеты, но ведь это Россия эти ракеты направит на Украину, правильно? Да, они иранские, но они могли быть какие угодно, но это именно Россия, поэтому бить надо прежде всего по России, потому что Россия одна, и она одна бьет по Украине, а источники поставок оружия у нее, ну, не бесконечные, но их много, да, поэтому все-таки ответственность лежит на России в первую очередь. Ну и про Трампа, который, как никто другой, обещает за 24 часа закончить войну в Украине, но что интересно, он еще и обиделся на Путина, оказывается, потому что он говорит, что он оскорблен словами диктатора, который поддержал кандидатку демократа в Гамму Харриса, это он сказал на митинге в Висконсине. Но тогда получается, что Путин перечеркнул все фразы Трампа, что они дружат, что якобы Трамп в хороших отношениях с Путиным и может все уладить. Как думаете, какие-то разговоры потом будут по каким-то каналам, не знаю, спецслужбы, каналам Трампа Путина, что там не так с этой дружбой, да, почему вот у двоих людей совсем разные видения на их дружбу? Ну нет, с дружбой все в порядке, видение у них одинаковое и на их дружбу, и на то, как должно быть устроено государство, и отношения между государством и человеком, и их видение на демократию, на либеральную демократию, у них все нормально, все как было, так и есть, и знаете, вот всегда говорят, follow the money, да, вот ищите там вот, где деньги, вот вам все покажут, где путинские деньги. Вот только что Минюз США раскрыл схему, по которой 10 миллионов долларов Путин с помощью артии, государственной пропагандистской корпорации, влил в американских ультраправых комментаторов Ютуба. Все это сторонники Трампа, они ультраправые, это понятно, а это все сторонники Трампа. Вопрос, если Трамп так сильно поддерживает Камалу Харрис, почему он не вливает деньги в левых или там демократических комментаторов Ютуба? Где? Почему он вливает только в правых? А потому что он, конечно же, конечно же, это и я говорю, это говорит Минюст и Госдеп, Путин, конечно же, добивается переизбрания Дональда Трампа. А вот эта его дешевка, вообще Путин ужасная дешевка, Трамп дешевка, Путин дешевка, они все дешевкие. И вот эта вот его одноходовочка, да, про то, что он вот теперь Харрис поддерживает, он же уже говорил, помните, что, конечно, для него Байден как-то, что-то он там говорил, я уже запутывалась его вранье, что типа, конечно, я бы предпочел Байдена, да, что-то такое, потому что Трамп непредсказуемый ли что-то такое. Но это, кстати, вот тут всегда, вот смотрите, когда Путин выходит и говорит, что он предпочел бы Байдена, это же играет все вот в копилку, да, этих конспирологов русскоязычных, русских, некоторые даже работали на Путина долгое время, которые говорят, что Байден сговорился с Путиным, чтобы сдать Украину. Это все поганая конспирология, направленная на разжигание ненависти в украинском обществе по отношению к их главному партнеру США, вот, поэтому это все вот нужно просмотреть в большом контексте. Ну, естественно, Путин с Трампом как дружили, так и будут дружить. И опять же, если кто-то как бы до сих пор пребывает в каких-то иллюзиях, да, о том, что Трамп какой-то непредсказуемый, и что мы не знаем, что будет, мы еще не знаем, как все повернется, а я вам скажу, будет так же, как уже было. Вот он стал президентом в 17-м году, вступил в должность, да, первым делом, кого он пригласил в Белый дом. Он пригласил главу МИДа, который то ли жив, то ли мертв, Сергея Лаврова, да, и посла тогдашнего России в Америке Кисляка. Вот он не приглашал там Алексея Навального в Белый дом, да, он не приглашал Владимира Кармурзу в Белый дом, нет, он пригласил сразу вот путинских наместников, да, то есть куда еще, да, еще им сдал какого-то американского агента под прикрытием, да, то есть так что не надо сомневаться, будет все то же самое, что и есть. И главное, а что Трампа, что у Трампа и Путина, какие разногласия у них могут быть? У них абсолютно одинаковые взгляды на то, что такое президент, да, какие у него полномочия, да, и концепцию разделения властей, на демократию, на права человека, на свободу прессы, да, они, в принципе, и выражаются даже одинаково, все время какие-то обзывательства, какие-то вот они, ну, это просто ниже некуда, да, вот это, поэтому я не понимала. У Трампа ничего нет общего с европейскими демократическими лидерами, это совершенно очевидно, он не разделяет все эти концепции, он разделяет другие концепции, он только что, Анастасия, пообещал кровавую депортацию мигрантов. Это, ну, как бы, понимаете, ужас в том, что Трамп, поскольку у него вот вид весь его, вот, ну, просто клоун, да, его я ненавижу, когда его называют рыжим клоуном, кстати, ну, во-первых, цвет волос никакого отношения не имеет, да, к, как бы, достоинствам или недостаткам человека, а главное, что, называя его клоуном, люди просто нивелируют угрозу, да, то есть они ее размывают. Ну, клоун, ну что с ним? Ну, клоун, ну просто смешно. А это на самом деле не смешно, потому что параллельно с обещанием кровавой депортации, это он, кстати, заговорил почему-то про Колорадо, что в Колорадо якобы эмигранты уже до такой степени, значит, везде проникли, даже заняли какие-то секции штата, он сказал, я сначала не подумала, может быть, правительство штата или штата, что дальше он сказал, что to get them out, ну, как бы выгнать их, да, будет очень кровавой историей. А параллельно с этим у нас в Америке набирает обороты новая конспирология, ничем не хуже вот распятого мальчика, даже покруче, потому что хотя бы про распятого мальчика, я не знаю, а Путин повторял, да, или не повторял. Ну вот у нас повторяют, значит, новая история. В городе Спрингфилл, в Агайо, эмигранты из Гаити похищают и едят домашних кошек и собак, а также уток. Все началось с поста в Фейсбуке, от просто абсолютно какого-то непонятного аккаунта, который написал, что я слышал, у моей соседки соседка, у нее дочь потеряла кошку и никак не могла ее найти, везде искала, а потом возвращалась домой и увидела в соседнем доме, где живут гаитянские эмигранты, что эта кошка подвешена, как туша, там, допустим, коровы или свиньи, и вот они ее разделывали, чтобы есть. И дальше это все разошлось, и теперь это повторяю. Джей Ди Вэнс, кандидат Трампа в вице-президенты, который пишет в своем, да, в аккаунте в Экс, пишет, что несколько месяцев назад я поднял вопрос о нелегальных гаитянских эмигрантах, которые истощают наши социальные сервисы, услуги и в целом вызывают хаос по всему Спринфилду, Огайо, а Reports Now Show, пишет он, сейчас, согласно сообщениям, люди, у людей похищают их домашних животных и едят люди, которые не должны быть в нашей стране. Дальше это же повторил Эллен Маск, это же повторил Джим Джордан, конгрессмен, который бесконечное слушание устраивал в попытке вынести Джо Байдену импичмент, и это же повторил Тед Круз, который вообще запостил, значит, картинку с двумя котятами, которые, ну, как бы, подпись «Мы не хотим, чтобы нас съели». Или там что-то, если там… И дальше это все расходится в разных интерпретациях, что если там Камала будет, то сидят. То есть это, как бы, с одной стороны, да, дико и смешно, но с другой, если посмотреть на это все комплексно, то это просто мы движемся к Кристалнахт очередной, потому что про евреев рассказывали то же самое, что они, правда, младенцев едят, вот. И дальше была кровавая бойня. И это просто очень страшно. Ну, мы знаем, какие… Мы знаем, что в России там особо одаренные искали евреев, помните, недавно в отсеке, где там двигателя самолета, помните, значит, да, погромы были, да. Вот, поэтому Трампа с Путиным связывает абсолютно все, и, возможно, даже больше, потому что если мы теперь знаем с большой долей вероятности, исходя из репортажа «Ваштон-Пост», что президент Египта Аль-Сиси дал Трампу взятку в 10 миллионов долларов, когда тот стал президентом, то какие у нас вообще есть основания сомневаться, что русские Трампа взятки гораздо больше, чем 10 миллионов долларов, потому что, ну, и посмотрите, вот вы вообще представляете, Анастасия, это человек, который становится президентом США, человек, который сам о себе заявляет, что он миллиардер, мультимиллиардер. Он не гнушается взяткой в 10 миллионов долларов. Да 10 миллионов долларов такие взятки берут помощники-судей в России. О чем речь вообще? Какой президент? То есть это же вообще ужасная дешевка. А для русских 10 миллионов долларов – это просто, ну, это вообще ничто, просто ничто. Поэтому их с Путиным как связывало, так и связывает. Мы знаем, что идеологии, они сами об этом открыто говорят, и, возможно, еще и какие-то деньги. Ну и про влияние России вообще не только на выборы в Штатах, но и на людей, на сознание. Потому что очень странно, что сегодня в Торонто, оказывается, хотят показывать фильм, документальный фильм «Россияни на войне». В Верховной Раде Украине пришлось писать письмо в парламент Канады, чтобы не допустить показ этого фильма. Режиссер – это российско-канадская женщина, экс-работница канала «Раша Тодей» Анастасия Таракова. О, это то же самое, что в Венеции показали. Катя Маргольс об этом писала. Я так поняла, что это самый фильм. Ага, в Венеции его, кстати, показали. Как это возможно сегодня, чтобы показывали документальный фильм, пропаганду показывали, скажем так, это не документальный фильм? Абсолютно пропаганда, да, абсолютно. То есть там, ну, можно снять фильм «Россияни на войне», оно просто должен отражать реальное положение дела. Россияни на войне, да, вот те россияне в Буче, в Мариуполе, да, которые пытают украинцев, убивают, насилуют, выносят унитазы, да, стиральные машины, которые, вот эти переговоры с их женами, с их матерями. Вот это «Россияни на войне», это хороший фильм был бы, вы знаете. В смысле, хороший в плане он страшный и чудовищный, но он был бы хорош в плане просвещения публики о том, что такое «Россияни на войне». А вот это, я не знаю, как такое возможно. Надо посмотреть просто, кто сидит в Венецианском, да, это же попало на два уже кинофестиваля, ну, Венецианский вообще суперкрупный, ну, Торонто тоже очень крупный фестиваль, кинофестиваль, потому что там куча американских звезд сейчас присутствует, и надо просто посмотреть, наверное, кто сидит в этих комитетах, отборочный комитет, как это называется, потому что русские деньги, конечно же, есть в американской киноиндустрии, есть такой олигарх Лен Бловатник, это он здесь Леном называется, вообще-то он Леонард Бловатник. Это партнер Михаила Фридмана и Петра Авена. Он участвовал в продаже пакета «Роснефти» от НКБП, когда этот пакет был продан, точнее, в покупке, да, он был, значит, его сделка, сумма продажи превысила 40% рыночную стоимость. Считается, что эти деньги просто были вот этой всей компанией, выведены в интересах Путина на Запад, да, и до этого украдены из госбюджета, то есть «Роснефть» покупала у ТНК БП, эти владели долей ТНК БП, ее «Роснефть» покупает, «Роснефть» – это госкомпания, и почему-то платит ТНК БП на 40% больше рынка, да, это было 5 миллиардов долларов. Это вот самое только известное, да, он понятен, что Бловатник заработал свои миллиарды в России, он там с Фиксельбергом они партнерствовали и так далее. И вот он стал американским гражданином, и он продюсирует фильмы, у него там кинокомпании, один из его фильмов, кстати, выиграл Гран-при Каннского фестиваля в этом году. Вот, а это огромные деньги, может быть, вот здесь какое-то, да, есть влияние. Я не знаю просто, кто эти люди, кто вообще отбирал они вообще, что, у них есть какое-то представление о том, что происходит, но из того, что написала Марголит в посте, она посмотрела этот фильм, она была на этом медицинском кинофестивале, это, конечно, просто безобразно, потому что, ну, это абсолютно такая махровая, поганая российская пропаганда, вот, про то, что, значит, люди в тяжелых условиях, да, ну, вот, носочки у них, наверное, там не очень теплые на войне, вот. Я не знаю, как. Вот вы меня спрашиваете, я не знаю, сама в шоке. Да, с говорением Мария Захарова выходит на публику и говорит, толкает речь, она в шоке, вот, мол, как так? Так, российские власти сегодня уже расценивают поддержку США VPN-сервисов, а также просьбу Белого дома к крупнейшим американским IT-компаниям увеличить их пропускную способность как вмешательство в свои внутренние дела. Насколько нужно сегодня вообще штатам вмешиваться в внутренние дела России? Зачем, да, скажем так, ну, и все же, это вот борьба, да, за VPN, за возможность россиян и доступ к информации, она стоит того? Я считаю, что нет, но американцы считают по-другому. Ну, им что, подумаешь, они там, как бы, даже ничего на этом не теряют, это даже им ничего не стоит, да, наоборот, компании, которые продвигают свое VPN, они там зарабатывают на этом, потому что какие-то сервисы бесплатные, какие-то платные, ну, в любом случае, да, я считаю, что так же, как и мага в Америке, так же и путинисты, ну, просто россияне, но они в большинстве своем путинисты, да, они нифига не запропагандированы, это все, вот это и есть пропаганда, что они якобы так запропагандированы, они знают все, что происходит, да, в Украине, они знают, они просто находят каждый раз оправдание, для себя, да, так же, вот, как мага, ведь что, вот, Трамп, смотрите, не обещает своим сторонникам, а это вот к нему очень, там, белые мужчины, без образования, рабочий класс, да, вот они за него, а он им ничего не обещает, его экономическая программа предусматривает очень хорошие барыши для богатых, там, снижение налогов и так далее, а для бедных это все обернется инфляцией страшнейшей, потому что Трамп обещает наложить тарифы, а кто за это будет платить? За это будут платить потребители, да, то есть богатым все равно, сколько платить за, даже за машину, да, даже за премиум-класс машин, ну, правда, им просто все равно, а бедным нет, им каждое, ну, или там, среднему классу им там каждые тысячу долларов на это, как бы, огромные деньги, вот, но он-то им ничего не обещает, а они его все равно любят, вопрос, а что же они тогда реально-то, что ими движет? А я вот уверена, что ими движет просто такой, такой племенной, знаете, расизм, национализм и рессентимент и ненависть, и, ну, как вы думаете, Анастасия, вот как много людей реально верят в то, что гаитянские эмигранты, а там уже Джей Ди Вансер, кто-то из них сказал, что тысячи, десятки тысяч, значит, десятки тысяч едят кошек, ну, то есть это вообще кошмар, да, ну, вот они, вот как вы думаете, много людей реально считают, что вот сидят вот эти гаитянские эмигранты и едят этих, хотела сказать, тощих кошек, да, ну, правда, думаю, что нет, я думаю, что это просто для них удобный предлог для самих себя, просто оправдание на будущее, точно так же, как оно было для немцев, понимаете, не было никаких, хотя в Германии это все-таки был немножко другой век, реально там средства массовой информации контролировались, да, не было соцсетей, не было свободного доступа к информации, то все равно все все знали, просто выбирали, в какую сторону не смотреть, да, они знали, в какую сторону не смотреть, так же и русские, они все прекрасно знают, но просто вот их такой махровый национализм и шовинизм, вы знаете, я тут, кстати, цитировала, вот это меня тоже поразило, сейчас найду, какое-то там российское издание в изгнании, сделал репортаж, значит, сейчас скажу, откуда, с какого-то севера, там чего-то, в общем, да, смотрите, там какую-то женщину спрашивают, у которой сына забрали на войну, вот она, Ирина Ивановна, говорит, что обрадовалась, когда узнала, что сын отправляется на войну, та-та-та, так, ну это ладно, вот интересно, дальше она говорит, полностью политику российского пресса одобряет, надо заканчивать с этими бандеровцами, всех их надо уничтожать, чтобы больше не поднимали свои драконьи головы, и тут вот думаешь, ну действительно, может, действительно, просто по телеку услышала какие-то бандеровцы, да, а дальше, ее спрашивают, даже ценой жизни вашего сына, она говорит, а что, будет лучше, если они сюда придут? Мало их здесь, тут сидело, бегали по городу, женились на наших русских девочках, что попало делали, потом уехали в свою Украину. Посмотрите, обратите внимание на эту фразу, женились на наших русских девочках, вот это все, то, что нужно знать о русских, это, это, я, честно говоря, даже не думала, что до такого они уже дошли, потому что всегда казалось, что как бы вообще украинца и на вид-то не особо можно отличить, да, ну так, не сильное отличие, скажем так, нет, сейчас русские, конечно, у них уже ДНК деформировалось из-за того, что тотально все зачаты на водке и живут на водке, это просто деформирует, там, черепа, лица вообще, все косое, кривое, но тем не менее, все равно это какие-то славянское, да, одно, то есть это не, извините, житель Сомали, да, и Украины, ну я имею в виду и украинец, да, как бы можно, то есть тяжело найти отличие. Вот эта фраза, женились на наших русских девочках, бегали тут, это то же самое, что говорит Трамп, иммигранты отравляют нашу кровь, кровь наших людей, нашей страны, вот это то же самое. Поэтому все остальное, это все вот это, знаете, крем на торте, они все вот придумывают, как бы сами, ну что просто, даже не для себя, просто для окружающих, ну вот, а все это, вот, вот первопричина. Поэтому я не думаю, что доступ россиян к информации что-то изменит. Потом, посмотрите, на Ютьюбе, да, они что смотрят? Ну вот эти какие-то там русские позорные блогеры, какую-то хрень они смотрят на Ютьюбе. Поэтому я не уверена, что просто они все там, я не знаю, просто люди в России умирают без видео радио Свободы или там, не знаю, кто делает всякие там репортажи про детей Путина сделали, да, но тоже, смотрите, делают репортаж про сыновей, давайте их как Путинах обозвал, младшие, маленькие члены его семьи, про маленьких членов его семьи делают репортаж, и почему-то по этическим соображениям они не показывают фотографии его детей. Вы что, издеваетесь, что ли? У вас военный преступник вообще, это президент страны, в общем, как бы граждане обязаны знать, кто его дети вообще, что это, кто это, а они, ну вот, вот все, что нужно знать об этом. Этические, у них, понимаете, они до сих пор применяют какие-то этические правила по отношению к Путину, ну, удачи с таким подходом. Ну, и буквально есть у нас еще пару минуток, но, конечно же, очень важная тема, это дебаты, которые состоятся, мы с вами пишем интервью, пока их еще нет, буквально несколько часов, Филадельфия, знаем, готовится к главному событию, пишет Ройтер, что местная полиция возводит заграждения в ожидании каких-то, может, даже митингов, все же, давайте вот коротко про возможные протесты, не то, что сейчас, да, вот когда будут дебаты, а вообще вот перед выборами, после, мы знаем, что Трамп так же намного способен, были уже прецеденты, как думаете, стоит ожидать вот какого-то, скажем так, неспокойствия в Америке? Да, Трамп уже ясно дал понять, что он не признает итоги выборов, он только что, ну, если он, конечно, проиграет на них, он только что разразился постом, в котором пригрозил, пообещал посадить за решетку своих политических оппонентов, доноров демократических, естественно, и чиновников, сотрудников избирательных компаний и так далее, и так далее, за мошенничество на выборах, и понятно, что его уже может, еще ему на дебатах опять задают вопрос, он опять на него ответит так же, как он отвечает всегда, на вопрос, признаете ли вы поражение, он сказал, что если выборы будут честными, то да, соответственно, мы это слышали уже где-то с мая 2020 года, он тогда тоже начал заранее эту кампанию, поэтому итоги выборов он, конечно же, не признает, причем неважно, какой будет отрыв, даже если Камала его просто размажет, да, это неважно, он все равно их не признает, они уже готовятся сорвать сертификацию выборов в неопределившихся штатах на уровне маленьких округов совсем, чтобы это повлияло на сертификацию на уровне штата, там есть дедлайны, соответственно, сорвать уже на общенациональном уровне, есть люди, которые уже на местах готовы это делать, но, конечно, в этот раз Трампу будет тяжелее действовать, потому что он не президент США, он не может отдать приказ там на Ацгвардии или армии, да, он не может отдать приказ заставить там генпрокурора делать то, что он там хочет, это, конечно, ну, ему как бы не помогает, да, но, а что касается протестов, вот ситуация интересная, я, конечно, хочу сказать, что да, с одной стороны можно ожидать, с другой стороны, посмотрите, как много людей выходило на протесты, когда Трампа судили, когда он являлся в суды или когда у него там на первой, да, не слушание даже, а первая, да, процессуальная процедура, или когда его судили, даже в Майами, где вообще, как бы, публика, ну, благодатная, они не выходят на протесты, потому что они боятся, потому что они сами поверили в свою конспирологию и ложь о том, что 6 января это была все подстава со стороны ФБР, что это были антифакты, что организовали, значит, захват Капитолия, чтобы подставить несчастных трампистов, они сами в это поверили, теперь боятся выходить на протесты, поэтому, может быть, никто и не выйдет на самом деле. Ну, что ж, будем наблюдать. Интересно, конечно, ожидаем также дебаты, и давайте на следующей встрече обязательно разберем, да, что же говорили, очень интересно, будем смотреть в Украине, если не уснем, потому что это будет ночь, ну, и, конечно, будем наблюдать, что же там и кто кого, потому что есть уже разные ставки, разные мнения. Благодарю вас, Карина, за важный разговор. Спасибо. Друзья, Крина Орлова была знаменитая, журналистка из Вашингтона, дякую вам, ставьте, пожалуйста, подубайки, пишите ваши комментарии, ну, известно, кто еще не подписался на фабрику новин, просим вас это сделать. ПОДПИШИСЬ! Субтитры подогнал «Симон»